Сегодня у вас организовано чай-питие. Вот как оно, с чего это началось и что за чай-питие для жителей нашей страны? Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день, я вам Артавик. Меня уже все знают, представляться можно быть и не надо даже. Сейчас сегодня собрались для того, чтобы решить очень сильно наболевшие проблемы, вопросы, поделиться предложениями и донести все это до власти, которые не хочут работать и не слышат народ, у которых есть везде проблемы. По всей республике, не только по республике, есть проблемы везде. На эти проблемы наше правительство вообще не обращает внимания. Даже не видит и не слышит, даже хоть сколько раз говорили, не делайте, они делают противоположное действие сразу. А как часто вы обращаетесь к власти, что она не дает вам ответа? Ну, по мере возможности, собираемся, высказываем свое недовольство, но все равно, хоть и решаются некоторые проблемы, основные вопросы они не решаются. А это как происходит? Каждый район обращается, либо вы какую-то насущную проблему выносите на обсуждение, на решение. По Куштау было, например, всеобщее, вся Башкирия встала и вопрос решился. А сейчас какие маленькие проблемы остались? Ну, сейчас, на данный момент, очень сильная проблема возникла. Это в городе Кумертау хотят построить завод, утилизационный завод для утилизации умерших животных. Но вот сейчас мы думаем, в принципе, даже, да, они построят. Мы будем сопротивляться. Если они построят, у нас нету столько скотины, нету столько животных, чтобы можно было со всей республики везти туда и сжигать именно мертвых, умерших животных. Это одна из проблем, которая сегодня будет обсуждаться. Да, вопросы будут выдвигаться. И такие вот сейчас, сами все видите, сами все знают, что в отдаленных деревнях везде пьянка. Наши ребята, которые были до этого, продвигали все вот это вот. Они сейчас тоже работают. Сейчас очень, тоже очень сильно наболевший вопрос. Это пьянка в селах. Сейчас будем подумать вопрос, будем выдвигать и будем решать уже, как можно со всем этим бороться, со всей этой пьянкой и развалом. У вас получается в основном социального характера, да? Да, вопросы будут социального характера, и не только социального, но и будет давать правительство напрямую через... Вы планируете вот этот ход, чтобы донеслось все до правительства? Да, да, да. Мы хотим этим всем донести. Это вот эти основные, хоть и не основные, но очень сильно наболевшие проблемы. Даже, скажем, я вот сейчас только что говорю по поводу Кумертавского инфекционного завода, который это строит, где гарантия, что они будут использовать именно по назначению. Они потом построят, а потом раз, они скажут, ой, блин, у нас на окрасе нету столько же вот наводческих смертей, смертельных исходов. Мы, надо содержать завод, и они просто потом перепрофилируют этот завод, уже пустят уже не по назначению, а в другом направлении. И то же самое, скорее всего, наверное, будут уже использовать уже как мусоросжигание. Скорее всего, пойдет она именно под мусоросжигание. А сейчас просто предлог будут строить, как именно завод такой. Спасибо большое. Будем смотреть, как все у вас будет происходить. Привет.